Валерий Курас Звучит песня. Не спаси ваши души наши. Начинаю спрашивать, ничего никто не отвечает. Если бы вы отвечали, никаких вопросов бы не было. Стойте там, пойте. Мы заботимся же о вашем спасении. Нам кое-что известно побольше, просто немножко. Не учителя никакие. Учитель у нас Христос. Просто запало в душу, потому что веровали, любили Господа в свое время сильно. Что, не поет? Понятно, но взрослый. Благослови Господи. У нас услышать Слово Твое Святое. И чтобы легло оно на сердце так, чтобы можно было спастись Твоим Словом нам. Помоги, Господи, любить всем сердцем слова Твои и полюбить Тебя, Господа, нашему Творца, за то, что Ты сделал для нас. За спасительные эти действия Твои, Господи, по отношению к нам, к грешным, недостойным. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я буду на нашем месте, мы нисколько бы не спешим взрослением. Почему-то всегда дети спешат взрослеть. Какая-то надежда у них. Вот, кстати, хотел поговорить. Господь так странно делает. То, что необычайно высокое для человека, ну, можно сказать, волшебное, он дает даром по вере в это, то, что он дал. Вот, когда Иону на корабле, шторм, вот сейчас в юго сильное же метет, да? Неприятное вообще. А представляете, буря такая. Кто последний фильм видел сейчас, Иона? Вышел фильм, 18-го года. Посмотрите. Я посмотрела. Не, молодец. Полностью, по слову Божьему, вот там, в этом фильме. Практически полностью все. И вот эта буря, и показывает, волна такая идет. Вот, я все вспоминаю, Игнат Тихоновича, как он говорит. Кто говорит, это, море, на море не бывал, тот жизни не видал. Ой-ой-ой, как страшно это все. А кораблик махонький такой, ну, там лодка какая-то, ну, закрытая, правда, полом. А он там спит, лежит спокойно. Спит. Что за уверенность такая? Главное, не исполняет волю Божью. Господь говорит, иди, сообщи язычникам, что спасен будет этот город, если они покаются. В грехах своих. А он в другое место плывет. И вот, эта огромная волна, и все спят. Спит он, вернее. Остальные там молятся своим богам. А потом, говорит, этот, капитан говорит, что-то не помогает, говорит, ни один бог. Как так, не могу понять. А ради кого это все такое Господь сотворит с нами? Ну, ну, это, боги творят с нами. А один, говорит, да там, говорит, этот, иноземец, который на корабль-то, говорит, устроился, ну-ка, переплыть просто, путешественник. А ну-ка, говорит, давай его. Зашли, будят его, поднимают на палубу и говорят, молись, ты что не молишься богам-то своим, молись. Он говорит, а у меня один бог. Какой один бог? Ну, бог неба и земли. Они до такой степени удивились, как один бог, один бог за всем отвечает. Столько всего много. Много должно быть богов. То есть, в этом, и вот Господь, творец неба и земли, всего сущего, дает нам такое, ну, не знаю, чудо необыкновенное. Какое чудо нам, Господь, дает? Все надо. Нет, нет, какое именно чудо, такое дает нам, дает даром, что невероятное. Другие просто говорят, вы дураки какие-то. Он нас спасает, спасает души. Что дает? Ну что? Ну вы же все знаете, ну. Ну говори к мочери. Ну он спасает наши души, чтобы мы не попали в ад. Что он нам дает? Жизнь вечную. Жизнь вечную, вот, наконец-то. Ну вы сразу должны как от зубов отскакивать. Спрашиваешь, нет, нет, а потом и думаешь, знают они ничего или не знают. Записывают, стихи заучивают. Нам тут, можно сказать, с эстрады рассказывают стихи о Христе, как они любят Его и так далее. Начинаешь вести занятия, как онемевшие все. Ну простые слова, я же выбираю самое. Галя, может ты уйдешь тогда? Я вижу тебе неприятно это. Или ты что, меня тут переиллюстрировать собираешься? Я тебя не переживаю. Я смотрю по глазам, может, твоим, что ты творишь. Дети знают и отвечают. Ну что ты? Что они отвечают нам? Пускай отвечают они. Пускай они. Это величайшее чудо, которое Господь творит. Они должны прям выпрыгивать, говорить, что это такое. А у них такая вялость, такая какая-то сонливость. Такая, как у Ионы. Господь им говорит, идите туда. Ну, мы немножко поспим здесь, отоспимся, в другую сторону сходим, а потом придем. А побудет это или нет, ты знаешь? Я не знаю. Один Бог знает. И что, будем на это уповать, когда у нас вот с нами Библия? Вот она, Библия. Мы всегда будем уповать. На Слово Его будем уповать. Галя, я смотрю, чем ты занимаешься, потихонечку. Потом поговорим с тобой об этом. Итак, мы проходим книгу судей, которая как раз полна вот этими чудесами великими, которые Господь устраивает для народа Божьего. И остановились мы на судье Гедеоне. В то самое время, когда Он вточили, ожидал. Другого слова не можем сказать, потому что дальше по контексту видно, что Он ожидал этого спасения от Господа. Он ожидал этого чуда. И Он говорит, а как же все Господь нам сделает, если вот сейчас мадионитями захватили всю страну. И Гедеон сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то отчего постигла нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта выявил нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадионитям. Господь, возвех на Нему, сказал, иди с этой силой Твоей и спаси Израиль от руки мадионитям, и я посылаю тебя. Что это за сила была? Почему? Какая сила? Никакой силы не было у него. А Бог говорит ему, с этой силой иди и победишь мадионитям. Они 40 лет уже в плену. Никакого войска у них нету, оружия нету, кузнецов нету. Вточили в этом каменном диске бассейничеки, то виноград топчет, чтобы какой-то сок был жизненно необходимый для него. Ну, продукты, питание, запасай, чтобы не видел враг. И Господь говорит, иди и победишь. Что за сила? Какая сила? Вот какая сила в нас? Какая сила? Вот тут мы стоим, вот нас немного. Вера. 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 Вера через надежду. Мы надеемся. Мы надеемся. У нас надежда. А надежда на кого? На Бога. Что Он спасет нас. Вот то, что ты сказала, жизнь вечная двигает нами. Вот все ищут, если вы не знаете, я вам скажу, все ищут сейчас эту силу вечного двигателя. Дают уже миллиард долларов. Кто придумает вечный двигатель? Сначала думали это так себе, шалуньё. Там сначала было это 10 тысяч, 100 тысяч. Сейчас уже деньги баснословные дают. Ну, придумайте кто-нибудь этот вечный двигатель. А чтобы двигатель работал, должна быть какая-то сила. Какая сила движет христианами? Что они идут на немыслимые жертвы. Женщины, мужчины, дети. Вера, надежда, любовь вспомните. Детишек маленьких. И они идут за Христом. Почему? Это надежда. Надежда на Бога. Надежда. Господи, мы верим во все это. И главное, что все это будет с добром. Потому что Бог, несомненное добро. Всегда. От Него только благость одна. А если Господь устраивает потоп, трамуогонь, гиенны и так далее, это только для вразумления нашего. Чтобы мы не потеряли надежду. Как апостол Павел говорит, это якорь за завесой. Якорь за завесой. Какой-то завесой, якорь. Он там сидит крепко. Знаете, почему якорь? Потому что корабль никуда не уплывет. Его не унесет в море. Он там не погибнет. Когда начинается шторм, корабли отходят. Или в бухте становится на якорь, чтобы их не вынесло. На якоре. Или отходят далеко в море. Почему? Около берега огромные волны начинают создаваться. Ну, потому что там отмель. Учили этого, нет? Где-то. И вода наступает. И отмель здесь. И волна поднимается. И корабли знают. Лоцман знают. Они отводят корабль, бросают якорь. И там пережидают эту бурю. И вот эта буря за завесой. А что такое завеса? Это святая святых. Там Господь. Вот этот ковчег, это Пресвятая Богородица. И этот ковчег, он наполнен верою. То есть, как бы показывает, что вот если бы не было этой надежды на Господа уполания, то не было бы у нас никакого спасения. А Богородица, она явилась символом вот этой надежды всего человечества для нашего спасения для вечной жизни. И вот об этом говорит апостол Павел. И дальше, если мы теперь с этим и пойдем дальше, то посмотрим, как Господь помогает тем людям, верующим в Него, которые надеются и знают Его Слово. А Гидеон, несомненно, знал Его Слово, потому что, видите, как он уже разговаривает с Господом, как он отвечает ему разумно. И дальше он говорит. Если я обрем благодать предачами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Не уходи, как я не приду к тебе и не принесу дара на его. И не предложу тебе. Он сказал. Я останусь до возвращения твоего. Гидеон пошел, приготовил козленка, преснок из епы муки, мясо положил в корзинку, а похлебку влил в горшок и принес к нему поддоб. И предложил. И сказал ему, ангел Божий, возьми мясо и опресноке и положи на этот камень и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам. И вышел огонь из камня и поел мясо и опресноке. И ангел Господень скрылся с глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень. И сказал Гидеон, увы мне, Владыка Господень. Потому что я видел ангела Господнего лицом к лицу. И Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. Вот какая вера была в человеке, который никак себя не проявлял. Он не был ни вождем, ни ко с ним. Не готовил никаких ни средств, ни оружия к восстанию какому-то. Не было ничего этого человеческого. Господь чудо делает, нематериальное. Как вот для нас всех людей Он делает чудо. И показал это своим воскресеньем. И сказал, вы так же воскресники. Апостол Павел нам это подтверждает. Сам Господь берет. Начальник жизни Господь. Начальник. А мы подчиненные Его. Идем за Ним. То есть, если Он воскрес, то и мы должны воскреснуть. А если, говорят, воскресенье уже прошло у нас, апостол Павел, то мы еще никто. Мы не начали даже еще путь ко Христу. Мы должны, несомненно, веровать и надеяться на то, что Господь сотворит это величайшее чудо. Все остальное это наши мечты. Мечты это игры нашего воображения, разума. Воображаем. Это все от сатаны. Для чего? Чтобы нас от главного можно было отстранить. От постоянной, вечной веры в Господа нашего. И в спасение вечную жизнь. Поэтому, когда будете в каких-то тяжелых ситуациях, то вспомните об этом. Да, вам будет казаться, что вы отступили от Бога, что много уделяете времени или размышлениям о каких-то своих мечтах, о квартирах, о машинах, о деньгах, о хорошей работе, о мужьях, о женах великолепных, богатых и так далее. Но, знайте, если у вас остается надежда на вечную жизнь, то вы веруете в Господа еще. Не все потеряно. Господь никогда вам не откажет в том, чтобы вы пришли обратно. Для этого что нужно? Нужно в руки взять Слово Божие, в памяти воскресить все, что мы проходили когда-то с своими старшими братьями и сестрами. И Господь поможет вам выйти из этих тяжелых ситуаций. Знайте, что воображариум ведет только в ад. Все эти машины, квартиры, деньги и так далее. Самая лучшая жизнь его необыкновенная. Вы должны идти только в Царство Небесное. А в этом вам будет помогать только Слово Божие. Немножко сказать разреши мне. Сегодня ребятишек семь здесь. Нет, нет, я так это скажу. Хорошо. Семь. Не хватает, я гляжу, двух нету Дробот. Двух нет Загуляевых. Это четыре. Значит, троих нету Дмухи. Это семь. И Политекина восемь примерно. Значит, вы потерявки были, когда на Голубятне у меня были. Видели? Все, а на Большую Голубятне, которая стоит в стороне, кто лазил? Видите, были, видели. Вот у православных есть такие подвижники, столбники называется, Семен Столбник. Ну, видимо, башня так кверху он ведет, и он там стоит и молится. А у русских тут, видимо, материала не хватало. Они решили вниз идти. Вот читаем там про Никиту, про одного. Он выкопал вниз, столб, но вниз. Там ничего нет. Он как в погребе. Молился и сделал выход оттуда. Ну, и тоже подвиг свой совершал. Так вот, я хотел вам сказать. Вам интересно было посмотреть там у нас ходить? А вот вы стоите, сидите здесь. Вы не знаете, что у нас внизу там свой музей сейчас есть. Я бы сейчас провел нас, но благослужение уже идет. Как-то как кончится собрание, вот вас семь человек, я поставлю тут людей, чтобы не могли, и я открою вам лаз, и туда мы сойдем. У нас там есть три существа живые, которые спасаются от смерти. Потому что сейчас на улице холодно, сегодня семь градусов мороза, это немного, но очень сильный ветер, сильный, прямо дует так. Они бы погибли. Без пищи любая птица в течение дня одна погибает. Главное-то не холод, а голод. И вы увидите, как у нас там спасаются кое-кто. И они нам помогают, эти кто, тоже на пользу нам. Казалось бы, да? Хотите посмотреть? Вот тогда мы поставим кого-то здесь, я сойду вниз первый, и буду вас там принимать с кем-то. Ну, допустим, вот. Да пускай Володя сойдет. А потом он сойдет, потом. А, потом? Потом нужно один, чтобы здесь на лестницу, а там высокий лестницу, а здесь не так. Ну, у нас там большой подвал, там можно хранить продукты, 12 и хозяину. Большие отделы сделаны, вы не видели. Тут все это выкапано, мы сами здесь выкапали, не то, что с домом купили. И кое-что я тогда вам расскажу. Согласны? А потом, когда на следующее воскресенье придут остальные, тогда остальным я покажу, там места не так много. Для семерых как раз будет. Вот все. Чтобы научились за все Бога благодарить. И увидим, где Гидеон, приблизительно, как он в Тальчиве там действовал. У него так же все было прикрыто крышкой, чтобы никто не узнал. И вот дальше. Что дальше у нас происходит? Поутру стали жили... А, вот как он. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего, другого тельца, семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой в обычном порядке. И возьми второго тельца, и принеси во все сожжение на дровах дерево, которое срубишь. Вот мы узнаем, оказывается, что человек ничем не отличался от других, там так же прятался, мадинь-тян боялся. И казалось бы, ну вот и все. Но надежда и вера, которая была у него, всегда не покидала его. Она привела к нему Господа. Потому что Господь видел, какая сила внутри этого человека. Что главное, когда Господь придет к нему и даст ему это задание, он не отступится и будет до конца действовать. А что нужно было? Не меньше, чем положить жизнь свою. Вот в чем дело. Поэтому от вас требуется, почему так все тяжело? Почему вот этой веры мы так не видим и так далее? Потому что Господь требует от нас ничуть не меньше так же положить жизнь свою. Ведь мы если умрем, мы умрем все равно. Мы должны умирать. Вот мы здесь учимся просто умирать. Умирать по-христиански. Не верещать ничего. Вот когда в середине 90-х годах война была в Чечне, и чеченцы знакомились только с русскими ребятами. И первые ребята там пошли, были молодые такие. Они когда резали, они все равно плакали, маму там звали и так далее. Они говорили, русский совсем плохой боец, мы победим их. А потом пришли десантники, ребята. Этих ребят готовят уже так, что вы, ребята, идете умирать сюда. Вы не идете там летать, прыгать на парашютах, вот там хорошо, там эйфория какая-то. Вы приземлились, у вас автоматы. И вас еще в воздухе могут убить. А там вы должны сделать свое дело. Вы должны умереть, но свое дело должны сделать. А какое? Отстоять границы, рубежи, объект этот и так далее и тому подобное. Ну и увидели, как умирают десантники. Ну, сказали, да, действительно. Русский воин очень смелый, сильный, такой же, как джигиты. Поэтому, ну это я как бы пример скажу, вот христианин должен всех десантников и джигитов победить. Вы понимаете, к чему вас готовят? А вы слабые женщины? Ну вы ладно еще, ребята. Ну и трусы есть среди ребят. А что нужно для этого? Нужно стоять за истину, в надежде на спасение жизни вечной, до конца. И вы в такой вообще не находитесь. Ну вот, мы самые, можно сказать, полоумные. Ну нас так называют. Потому что уже зарубежной церкви нету, она только там за рубежом. Скоро еще туда и придет ставленник Московской Патриархии, вообще будет уехать. А мы все еще не в Московской Патриархии. Я звоню маме вчера. Мама, ну ничего, сынок, вы же это еще пока, все, скоро же все равно пойдете в Московскую Патриархию. Я говорю, мам, ты что, с ума сошла, что ли? С чего мы туда пойдем? А ну, а куда вы все деваться? Я говорю, мам, ну только один Господь знает. Господь действительно, вот тут только Господь знает. Я говорю, я лично никогда не пойду в Московскую Патриархию. Почему? Не для того я оттуда выходил, чтобы обратно туда идти. Ничего хорошего не случилось в этой Московской Патриархии. Что хорошего-то произошло? Они отказались от декларации митрополита Сергия. Эта декларация говорила о том, что можно веровать шаляй-валяй, как хочешь. Ну какая там вера? Да никакой. Детей учить не надо, ничего не надо вообще делать. Радости бесов и дьявола это наши радости. Подождите. Христос этому не учит. Христос сказал, не может царство разделиться само в себе. Или ты веруешь в Ильзигула, в Мамону, или ты веруешь в Господа. Другого не бывает. Поэтому за дьяволом нам идти нечего. Ничего там полезного в этой Московской Патриархии мы не найдем. Но если мы будем веровать в Господа нашего и надеяться на жизнь вечную, по слову его, то можем много пользы принести тем людям, которые находятся в этой организации. И вот дальше он что делает? Он все так и делает. Рубит храм и так далее. И люди увидели, что разрушил жертвенник, дерево срубил. И люди говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали. И сказали, о, видели, Гедеон, сын Иаса, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведев сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Иас, отец Гедеона, сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Вала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в то же утро. Если он Бог, то пусть сам и вступится за себя, потому что он, показал на сына, разрушил его жертвенник. И отец, будем говорить, отец-то он тоже иудей, а построил жертвенник Вала, ну, то есть сатане. То есть, как надо было так воспитать детей, как, что Гедеон не веровал в этого Вала, он веровал в Господа все время, при том, как родители его веровали в этого же. И жертвенник построил отец. И отец, ну, видно, у него внутри эти были, совесть все-таки еще была у него. И он спасает сына этим, когда так говорит. «Как вы будете убивать, когда он разрушил жертвенник самого Бога? Бог пускай покарает его, а если он не покарает, тогда, ну, видите, кто прав?» И стал звать его с того дня народ Иера Валом, потому что сказал, пусть Вал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. И дальше начинается интересное событие о том, как Гедеон собирает войско для встречи Малитетян и Малитетян, жители Востока, которые собрались, перешли реку и стали станом на долине Израильской. И вот дух Господень объявил Гедеона, раструбил он трубой и собрались к нему люди, те, которые Господь признал для защиты его. И собралось ни много, ни мало, как 30 тысяч. И сказал Господь Гедеону, «Народа с тобой слишком много, не могу я предать Малитетян руки, чтобы не возгортился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня». Вот тут написано, что только Малитетян и перед этим написано, что Малитетяне и жители Востока и еще многие-многие племена собрались. То есть это, если говорится о Малитетянах, это значит, ну, самое большое племя было, самое многочисленное по воинству. Это не значит, что только одни Малитетяне, это значит, неправильно. Тут об этом говорится, а тут об этом. Нет. это все, одно повествование идет. Ну все, начинается. Итак, о сражении с Малитетянами в следующем занятии. Помогим Господь. Молимся. Малитетяне 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 Песня. 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хвари, Душа моя Господа, Господи, Господи, в животе моем, Пою Богу моему дом, где же есть, не надей, где все на князь и на землю человеческие, в них же не спасение, и зим, где Дух Его и возвратится в землю свою, то ведь погибнутся по мышлению его, блажен. Ему же Бог, я как помощник Его, упал в небо на Господа Бога своего, сотворщего неба и землю, молится я же в них, хранящего истину век, творящего суд обиделым, дающего печал чужим Господь. Глава Отцу и Сыну и Святому Духу, хранящего истину в небо на Господу, хранящего истину в небо на Господу, хранящего истинного тела, 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 Род и род, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Веди народы, сильные слови Божьей бессмертицы, и изволивы спасения наших урадей. Воплотите все, Святые Богородицы, присно, Девы Мари, непреложного человечуя, распныся же, Христе Божий, смерть и смерть поправы. Единцы, Святые Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Песня. 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 Якоти Бога узрят, Блаженни миротворцы, Якоти сыновей Божьей нарекутся, Блаженни знам неправды ради. Якоти и царство небесное, Блаженни стига поносят вам, И жену ты реку сердцом благовно вылжущими ради. Радуйтесь и веселитесь, Якозда ваша много на небесе. Радуйтесь и веселитесь, Якозда ваша много на небесе. Аминь. Радуйтесь и веселитесь, Якозда ваша много на небесе. И воином стрябующим, Пречистое тело твое. Воскресе средневной спасти, Даруя миром и жизнь. Слава воскресенье Твоему, Кристе. Слава Царству Твоему, слава усмотрению Твоего, едини человека, любче. Терпение Твоим, тяжелый симптом Твою очи преподавал мне, в молитвах не пристанут терпевы, нищие, возлюбливые, сия, удовливые. Но молись о Кресту Богу и о немилостиве вложений, спастися душам нашим. Вслед Своих течений пустыни бесплодные возделал Иси, и ежи из глубины воздыхания во сто трудов уплодал на силы Иси. И был Иси святыни в сирене, сияя чудесы нелиочки наш. Молись о Кресту Богу, спастися душам нашим. Красная страстия, жители севастания, сечитель нели блажений в обденной Твоей, секвеси молитве, яка имея дерзновения к Господу, от всяких мербет свободи дозовути, радуйся, Отче всемирный, слава от Своя Сына и Святому Духу. Богатство Твоя расточилось и убогим, и небесное богатство ныне восприялось, и они всемудрия, сего ради ситя почитаем, и совершающий память Твою, милостыней от Теза имените. Субтитры создавал DimaTorzok